О работе в рамках осуществления Федерального лесного надзора в регионе журналистам рассказал начальник Комитета по лесному хозяйству Александр Жуков. В 2014 году выявлено 641 нарушения в этой сфере, начиная от незаконной рубки и заканчивая некачественной уборкой территории лесозаготовки. В 2013 году в счет возмещения ущерба с нарушителей взыскано чуть больше миллиона рублей. В этом году этот показатель уже составляет почти 7 миллионов. Причем это средство взысканное в добровольном порядке, даже без помощи судебных приставов. Ивановскую область на федеральном уровне поставили в пример остальным. Начальник ведомства сам приятно удивлен этой цифрой. Но причины такой сознательности нарушителей объяснить не может. Разве что это стало результатом грамотной работы его ведомства. Предъявляли человеку требования, предъявляли еще раз, предъявляли третий раз, в рамках как бы давали сроки. Если это граждане, конечно посложнее. То есть с гражданами тут немножко тяжелее в плане в этом работать. С арендаторами, с теми же, которые вот у нас допускали лесонарушения, с крупными лесопользователями, мы их тем более знаем. Мы знаем, что они никуда не денутся, и с ними проще было в плане переписки даже работать. Но таким же способом. То есть просто настойчивого требования. Продолжение следует...